всем привет в этом видео наконец-то сделаю коррекцию сама себе проходила я с этими ногтями больше чем два месяца и мне за это конечно ужасно стыдно как мастеру это неправильно так сильно перенашивать покрытие но у каждого из нас есть определенные обстоятельства которые не дают нам иногда поступать так как мы бы этого хотели не было времени банально это все переделать а когда время было хотелось отдохнуть от работы отдохнуть от ногтей и собственно вот к чему это привело так долго покрытие у меня никогда не держалась у меня месяц это было просто это было очень классно когда месяц покрытие держится на на моих ногтях у меня проблемные ногти я была очень сильно удивлена потому что эти ногти пережили просто кучу всего кучу всяких генеральных уборок кучу там отдых на море даже эти ногти пережили то есть я была в шоке что покрытие так хорошо относилась сразу же хочу вам рассказать что я использовала как подложка здесь была каучуковая база элис браун потом я наносила гель прозрачный гель торговой марки лисицыной это очень классный гель прозрачный билдер гели у меня был серии лет который не печет и он отлично держится на всех моих клиентах и я обязательно закажу его еще но сейчас я приступаю наконец-то к снятию покрытия делая это с большим удовольствием почему именно в этот день я решила все-таки снять покрытие наверное если бы ничего мне не начало цепляться ногти просто в один прекрасный момент стали цепляться за все очень стало больно с ними ходить и я просто психанула и решила что пора все-таки снять хотела я показать вам наращивание арочного квадрата хотела показать вам выкладной french но меня просто банально не оказалось времени для этого и я сегодня буду делать довольно простой маникюр но на что-то другое просто не было времени но обещаю обязательно вам в своих следующих видео показать выкладной french и наращивание арочных ногтей сейчас я пытаюсь спилить длину ногтей потому что оставлять здесь нечего и они настолько мягкие что просто фрезой это невозможно было сделать просто тряпочки какие-то они ногти остались поэтому я взяла кусачки для ногтей у меня кусачки от money prof классный инструмент у меня все кусачки и для кожи и для в рожьих ногтей и для ногтей у меня все от этой торговой марки ей я довольна классные чехольчики у них очень такие мягкие и симпатичные инструмент я храню именно здесь после того как я срезала длину я приступаю к зашлифовке ногтевой пластины но я хотела напомнить вам что видео знакомство со мной выйдет на 30 тысяч подписчиков поэтому давайте все вместе побыстрее ускорим этот процесс подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео если оно будет для вас полезным и интересным спасибо всем за любую проявленную активность на моем канале это помогает ему продвигаться интересно будет узнать я одна такой мастер который просто не успевает переделать свой маникюр и как говорится сапожник без сапог или у вас тоже такое часто происходит и нету времени просто переделать себе покрытие а когда время свободное появляется хочется отдохнуть от ногтей и от работы если это так то давайте найдемся в комментариях мои ногти очень тонкие и чувствительные и на них аппаратный маникюр и достаточно тяжело выполнить особенно когда делаешь это сама сама себе поэтому я выбрала вот такую фрезу с тупым кончиком потому что на себе пропилы практически постоянно делаю я не стесняюсь об этом рассказать так как неудобно самой себе делать и до случаются у меня пропилы поэтому я выбираю вот такую фрезу обычно не гонюсь на себе за глубокими чистым маникюром вообще стараюсь и на клиентах придерживаться этого мнения так как считаю что глубокий маникюр особо никому не нужен ты только если для фотографии или там для каких-то курсов для отработок да но клиенту в реальной жизни вот эти глубокие маникюры они абсолютно его не интересует главное чтобы было аккуратно и не близко нанесено к кутикуле а куда-то там лезть по фалангу ногтя я считаю не нужно вот такую фиссурную фрезу иголочку взяла еще для того чтобы проработать тот птеригий который не достала предыдущая фреза и срезаю кутикулу ножницами ножницы у меня от сталикс просмарт 41 дробь 1 ногти готовы к покрытию я их обезжирила далее наношу дегидратор и затем буду наносить безкислотный праймер кстати в этом видео я стараюсь вам показать все материалы которые использую и мне интересно было бы узнать интересно ли вам вообще чем я работаю что я использую если это действительно так то в следующих своих видео буду вам больше показывать материалы которыми я работаю после того как нанесла безкислотный праймер я наношу тонкий слой каучуковой базы распределяю именно кистью потому что мне так удобнее далее буду делать укрепление гелем от lemar это изи гель молочного оттенка он достаточно плотный мне нравится что у него такой холодный белый оттенок нету никакой желтизны или розового подтона либо серого он просто чисто молочный и также он не желтеет после просушки что очень для меня важно ну в общем я вам советуют молочный гель проносился он нам клиентах хорошо поэтому если вы в поисках хорошего молочного геля для укрепления то я вам его советую быстро распределяется по ногтевой пластине переворачиваю ручку для того чтобы материал собрался центре и отправляю ногти на просушку и и осталось перекрыть ногти топом вот и все такой сегодня простенький у меня дизайн извините что ничего интересного для вас не подготовила но обещаю справиться следующий раз обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео если оно было вам чем-то интересно и полезно также нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео а видео я выпускаю очень часто либо каждый день либо через день поэтому я с вами ненадолго прощаюсь всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok